друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал амаркет подписывайтесь на него очень много аналитического контента посты общие обзоры по рынку и конкретные торговые рекомендации обязательно оставляйте и там ваши комментарии каждый пост можно комментировать есть такой функционал и возможности нам друзья нужен ваш фидбэк рекомендации пожелания мы открыты к предложениям ну что ж сегодня хотелось бы начать с того что вчерашняя динамика рынка еще раз доказала нам насколько бы мы не были уверены в определенном развитии событий еще то есть мы предполагаем рынок располагает и прежде всего на площадках нужно контролировать риски следить за загрузкой депозитов и всегда друзья знаете что определенные точки входа могут быть не самыми оптимальными и рынок а никогда такого не было за всю историю никогда не может двигаться без локальных откатов без коррекционной динамики без обратного входа рынок я мне кажется очень часто об этом говорю это постоянная борьба между покупателями и продавцами если попробовать зайти на вчерашнюю коррекцию которую мы видели по рынку драгоценных металлов по индексу доллара по индексу снг хотя нас так умудрился даже на таком рынке обновить историческим максимум если зайти на объяснение этой динамики с позиции фундаментального фона то вы должны знать что вчера не было никаких новостей которые заставили бы нас еще раз задуматься правильно ли мы сделали что решили что американский регулятор по-прежнему очень далек от решения которое предполагает отказ от экономических стимулов вчера был спокойный экономический календарь вчера не было никаких новостных бросов ничего единственное что выбивалось из общей картины это рост доходность американских от трежерис которые также не базируется на каком-то фундаментальном факторе ну просто так случилось бывают какая-нибудь крупная заявка и тогда коррекционный техническим как мне кажется это неважно десятилетний трежерис восстановились в рамках вчерашней торговой сессии до отметки 1 37 сотых процентов но сегодня уже опять снижаются рост доходности трежерис поддержал позиции доллара доллар ослабился рынок драгоценных металлов все друзья я а предлагаю еще раз взглянуть на те тенденции новостные и общий новостной фон который ранее сложился рынок нефти 71 64 доллара за баррель сейчас соответственно снижение нефти в рамках вчерашнего дня было больше связано также с укреплением доллара потому что доллар влияет на нефтянку доллар влияет на все сырьевые инструменты которые номинированы американской валюты доллар дорожает соответственно активы идут вниз поскольку становится менее привлекательными для держателей в других валютах то есть она становится дороже и обратная динамика если у нас есть представление о том что будет с долларом кстати говоря это такой вброс долгосрочных факторов то есть мы знаем что доллар будет слабеть и пожалуйста долгосрочной слабости доллара повлияет положительным образом на динамику нефти весь этот фон который связан с локальной коррекции с объяснением временного роста американского доллара слегка компенсирует данные по импорту нефти в китай некоторое время назад у нас вообще не было хороших новостей для нефтянки со стороны китая китае это основной потребитель углеводородов сейчас эти новости есть согласно последнему отчету в августе импорт нефти в китай составил почти 45 миллионов а то если мы попробуем как бы перевести эти цифры в объем ежедневного потребления нефти а в китае то цифра будет в районе 10 с половиной миллионов баррелей в сутки что на 8 процентов больше чем в прошлом месяце и выше 10 миллионов впервые за последние 5-6 месяцев не хочется конечно же слишком много и слишком хорошо описывать текущей ситуации в китае но мне кажется это хорошая база для того чтобы не хранить перспективы рынке нефти из-за каких-то рисков со стороны экономики поднебесной если ситуация с к видом все-таки не реанимируется в рамках азиатского региона то тогда мы и китаем и целом азиатским регионом будем объяснять обычные перспективы рынка факторы которые ранее мы использовали для того чтобы купить нефть это по прежнему последствия урагана и до которые по который по ущербу оказался самым значительным за последние друзья лет 15-16 до сих пор в мексиканском заливе не восстановлена работа больше 70 процентов нефтедобывающих мощностей кстати говоря если мы вспомним ураган катрина то тогда на ликвидацию последствий понадобилось от 3 до 5 месяцев не думаю конечно же что сейчас настолько уж разрушительные последствия но тема недостаточной загрузки нефтеперерабатывающих предприятий и простой работы нефтедобывающих платформ на а будет от центральной я думаю и на следующей неделе тоже поэтому рынок нефти любой момент может перейти к росту индекс доллара 92 52 опять же про 3 же я только что рассказал как динамика долгового рынка сказалось на американском долларе ждем собственно заседания фрс в конце этого месяца ну и до заседания фрс у нас достаточно факторов оставить на снижение американской валюты вспомнив мягкую риторику джерома паула и очень слабый отчет по non-farm перс золото отбивается от поддержки 1800 долларов за тройскую унцию если не увидим дальнейшего ралли доходности трежерис золото быстро восстановится европейская валюта цели прежний 1 19 50 1 19 ждем заседания европейского центрального банка завтра я думаю что ецб точно повысит прогнозы по росту инфляции и только из-за этого будет вынужден прокомментировать те меры которые будут приниматься для контроля этого роста инфляции а именно перспектива ужесточения политики а в четвертом квартале это как раз сокращение программы экстренного выкупа облигаций поэтому ждем продолжение ралли по европейской валюте фунт сейчас политический как бы аутсайдер скажем так котировки 1 3780 парламент великобритании с понедельника вернулся к работе первый вопрос который был помещен на повестку обсуждения это налоги на страхование которое как мы помним борис джонсон обещал не вводить во время своей предвыборной кампании опубликованного манифеста но согласен что когда он давал эти предвыборные обещания экономика еще не столкнулась с к видом и мы не видели настолько разрушительные последствия для английской экономики настолько серьезный рост государственного долга я допускаю друзья то что на этой неделе если дебаты будут крайне ожесточенными по поводу этого налогообложения то фунта может оказаться ниже отметки 1 37 но лично я пока воздерживаюсь от торговли фунтом есть европейская валюта где я больше уверен в обычном потенциале доллар канадец сегодня следим за этой валютной парой и ждем потенциальное снижение поскольку я рассчитываю на быстрое восстановление цен на нефть на возобновление прежней исходящей динамики по доллару и также сегодня состоится заседание банка канады скорее всего основные параметры денежно-кредитной политики не изменит ставка 0 25 программа количественного смягчения 2 миллиарда канадских долларов в неделю но по аналогии с тем что мы ранее слышали от резервного банка австралии то есть когда ухудшенные перспективы изоляция низкие показатели вакцинации резервный банк австралии все равно позволил себе ужесточить денежно-кредитную политику я думаю что канадский центральный банк может сообщить а вот этих грядущих изменениях ближе к концу этого года и по идее такой расклад должен оказать поддержку канадцу и поспособствовать тому чтобы мы приблизились к уровню 1 25 и фондовый рынок к снп я по-прежнему покупаю сейчас котировки 4519 пунктов цели в районе 5000 все без изменений на этом собственно все друзья большое спасибо за внимание всем хорошей торговой сессии